МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Меня зовут Иван Шумилин. Вы смотрите премьерный выпуск новой программы про спорт. В этой программе я буду рассказывать все и даже больше о тольяттинском спорте. Здесь вас ждут эксклюзивные интервью, эмоциональные репортажи и море спортивного контента. Хватит разговоров. Итак, сегодня в программе. Борьба за лидерство гонбольная Лада продолжает сражаться за первые места в таблице. Она была идолом гонбольных болельщиков в Тольятти, а теперь играет в ЦСКА. Эксклюзивное интервью с Дарьей Дмитриевой. Лучшие ледовые гладиаторы планеты на Самарской земле. В Тольятти прошел чемпионат мира по мотогонкам на льду. Хоккея больше нет, по крайней мере, в этом сезоне, как Лада закончила этот хоккейный сезон. Даже в боксе бывают дружеские встречи. Сюжет о мини-турнире, который прошел в нашем городе в конце программы. Начинаем с гонбола и обратим внимание на женский чемпионат России. Здесь продолжает свою борьбу за лидирующие позиции Тольяттинская Лада. После 19 игр наши девушки занимают третье место в таблице, имея в активе 30 очков. Прямо сейчас расскажем об очередном домашнем поединке Тольяттин. Уверенная игра в защите, идеальная атака и стабильное место в тройке лидеров. Это главные итоги очередного домашнего матча гонбольной лады. На этот раз наши девушки экзаменовали коллег из Волгограда – Динамо Синара. Перед этой игрой все роли были расписаны заранее. Ладе предстоит важнейший матч в Лиге Европы, поэтому наш тренер активно ротировал состав. А у гостей был отличный шанс проверить свою молодежь в игре с лидером. Игра позволяла поиграть полным составом, поэтому я думаю, все довольны, что и девочки получили все игровое время, и кто-то смог отдохнуть, возможно. В первом тайме наша команда решила все вопросы. Отличная реализация в атаке позволила создать большой отрыв в счете. 16-8 после первой половины матча. В нашей команде достаточно много ярких лиц, лидеров команды. Тренер на кого больше всего обращал внимание? Если честно, мы разбирали всю заднюю линию, потому что броски сзади идут и обыгрывают, и прорезки. То есть очень и играют с линейным. Очень вообще вся команда бежит. И вот мы акцент делали именно на задней линии. Во втором тайме главный тренер Лады Алексей Алексеев не отошел от своей тактики частых замен. Это позволило нашей команде всю игру держать высокий темп. «Динамо Синара» временами огрызалась, но пробить оборону Лады шансов не было. Финальная сирена зафиксировала победу «Тольятинок» 34-18. Как готовились к этой встрече? Понятно, что соперник не топовый, но все-таки как настраивались? В это воскресенье нам предстоит встреча в Еврокубке с Польшей Люблиным. И в голове мы держим эту игру. То есть это игра как подготовка, как тренировка перед основным матчем. Следующий матч в чемпионате России «Лада» проведет 6 марта на выезде против «Звезды». Остаемся в теме гонбола. И сейчас пойдет речь о гонболистке, которая собирала полные трибуны «Олимпа». Которой не давали прохода фанаты, которая одним броском решала судьбу матча. Дарья Дмитриева не так давно была капитаном «Лады», а теперь зажигает в московском ЦСКА. После матча этих команд в Тольятти мы записали эксклюзивное интервью с Дарьей. Его фрагмент прямо сейчас. Даш, мы пишем с тобой это интервью после матча «Лада» и ЦСКА. Каково это приезжать играть в родной город, на родную площадку против родной команды? Ой, ну я не знаю, всегда приятно сюда приезжать. В Тольятти одна из самых лучших площадок. И, ну, фотка моя висит приятно. Трибун как бы моя тоже, да? Тоже приятно. В свой стадион приехала, да? Ну да, ну вот. Ну не знаю, как домой приезжаешь, всегда классно, даже если зрители болеют против тебя. Но меня встретили сегодня очень радушно, так похлопали. Да как свое, тебя объявили, похлопали, гол забил, и никто «У» не кричал. Да, вообще ужас какой. Сколько голов забивал, никто «У» не крикнул. Ощущения какие в целом? Ну не знаю, как обычно, игра рядовая. Я просто знаю, какой соперник, надо готовиться, и все. Ну такие стандартные чисто подготовки, ничего такого, вот прям вау, нету. Ну приятно, конечно, то, что дома и родители на игре, и брат, и, ну то есть все родные здесь. Болельщики подставные, да? Ну, почти. Было приятно, что, кстати, в ЦСКА пришли болельщики. Там были очень серьезные фанаты. Мы слышали. Некоторых выводили даже, по ходу встречи, да. Мы не видели просто. Там был мужчина, который слегка перебрал. А, ну. Он начал раздеваться, и его приняли. Он начал раздеваться. Просто он начал там что-то вот орать, заводить фанатов с той стороны, начал скидывать степенную одежду. Мы с ребятами думаем, сейчас что-то будет. Ну прикольно. Каждый спортивный журналист должен задать этот клишированный вопрос. Есть ли дополнительная мотивация, когда ты играешь против своей родной команды? Вот ты сегодня выходила на площадку. Был какое-то волнение, адреналин, мотивация, чтобы показать свой лучший гандбол конкретно здесь. Показать, что ну не просто так ты сменила команду. Нет, ну хочется, конечно, каждый раз выйти, показать, что ты умеешь играть в гандбол, так, как говорится. Вот. И, ну не знаю, такой дополнительной мотивации не надо. Чисто просто то, что ты сюда приехал, вот уже мотивация. Вот. Естественно, хочется каждый раз показывать все лучшее. Ну вот. Показал. Не, ну, кстати, надо сказать, да, то, что ты в первом тайме получила травму в этой игре. И весь второй тайм ты пропустила. Да. Расскажи, что произошло? Там такая ситуация была, все так друг в друга вмешались. Да, ты пошла в атаку, в линию, ты забила мяч, но тебя кто-то принял жестко. Она опередила просто защитницу и попала в ногу своей ногой, вот так вот, перпендикулярно. Да. Ну, надеюсь, что все нормально. Завтра МРТ сделаем, посмотрим. А, так легко об этом говоришь, да? Да, потому что это уже стандартная ситуация. Травмы, да. Ну да. На самом деле я испугался, я это говорил тебе за кадром, что, возможно, интервью наше с тобой не получится. Потому что у тебя реакция была, но очень... Получится, конечно. Очень страшно было, на самом деле, за тебя. Потому что ты начала хромать, не подходите ко мне, все, село. Все нормально. Первые такие моменты, когда вот получаешь такую какую-то травму не очень приятную, вот. Есть такие болевые ощущения, но потом, когда они проходят, уже все, норм. Отпускают, надо делать что-то, надо думать дальше, что как делать, что вообще, как возвращаться. Помогать девочкам со скамейки, да? Конечно. Окей. Смотри, такой вопрос. Как часто ты вспоминаешь период своей жизни и игры в Тольятти-Залату? Как часто у тебя эти воспоминания приходят? Ну, вот как только в Тольятти приезжаю, так и вспоминаю. Серьезно? Ну да, бывает такое. А в остальное время не ностальгируешь? Ну, иногда бывает, муж мне напоминает иногда, да. Он сказал, что когда играли мы в ЦСКА, он говорит, я приду и буду болеть за Ладу. Я говорю, ты нормально? Он говорит, ну я по привычке приду и буду кричать, лучше нету, и не надо, чем Тольятти-Залат. Я говорю, ну понятно дело, 4 года тому я здесь играла. Ну да. И как бы, ну не знаю. Я почему спросил, потому что в достаточно юном возрасте у нас появляется новая звездочка, да, проходит постепенно поколение Близновой и Муравьевой, да, появляешься ты, лидер команды, становишься капитаном. Ну приятно же вспоминать эти моменты карьеры, набирала обороты. Ну, конечно, конечно, приятно. И, ну, понятное дело, что самые такие первые шаги в Лиге Чемпионов, там крупные турниры, это было в Динамо, потому что там я, наверное, выросла как игрок. А сюда я уже пришла более-менее за такими конкретными целями, потому что уже и более-менее осознанный возраст был, и хотелось чего-то достичь. Вот. Жалко, конечно, что не выиграли ни разу чемпионат. Слушай, ну близко, близко, я поговорю с тобой на эту тему еще. Каждый раз там пару мячей. Каждый раз. Смотри, я еще хочу спросить. Понятно, что ты сейчас в другой команде, кто-то следит за турнирной таблицей, кто-то нет. Но ты же обращаешь внимание, на каком месте идет Лада, как у нее складываются игры, какой счет. Ну, обращай же внимание. Не на Ладу, ну да, конечно, потому что с девчонки, мы с ними общаемся до сих пор, там встречаемся, когда там друг к другу приезжаем в гости, когда они к нам приезжают, когда мы вот сейчас приезжаем, они там тоже хотят в гости приехать. Ну, естественно, мы там следим друг за другом. Ну, вот так конкретно, что кто-то что-то считал, там высчитывал, ну не знаю, нет, это не мое, это не ко мне, это к моему мужу, он все там считает. Ну, понятно, обязательно, может, когда-нибудь поговорим. Да, он вам все расскажет, кто куда перешел, кто с кем там это. Так он твой менеджер, да, получается, такой, семейный? Ну, практически такой, такой, да. Из-за пандемии чемпионат мира по мотогонкам на льду сократился с четырех этапов до одного. И где вы думаете, он проходил? Конечно же, в Тольятти. Надо отдать должное Международной Федерации, что в последнее время нам часто доверяют такого масштаба соревнования. Рев моторов, огромные скорости и настоящая мужская борьба. Все это далее в нашем сюжете. Из-за пандемии и ограничительных мер в Европе и Скандинавии, Тольятти этой зимой стал единственной площадкой для проведения международного турнира Ice Speedway World Championship. Участие в нем принимали спортсмены из Австрии, Германии, Казахстана, Нидерландов, Чехии и Финляндии. За Россию выступали Даниил Иванов, Игорь Кононов, Никита Толокнов и Андрей Анисимов. Все Тольятти, Дмитрий Хомецевич, Каменск-Уральский и Динар Валеев из Уфы. В первый день турнира победителем гонки стал Дмитрий Хомецевич. Второе и третье места заняли Игорь Кононов и Динар Валеев. Четвертым стал Даниил Иванов. Маленько тяжеловато было почему-то, не знаю, раскатывался. Перерыв, может, долгий был, может, расслабился, я не знаю. Тогда вроде все то же самое делал, накат хороший. Какие планы до завтра, как вы будете восстанавливаться, что делать? Да, в принципе, отдохнуть в первую очередь, подготовиться, отдохнуть, выспаться, настроиться на завтрашний решающий день, выстреливать. В воскресенье в финальный заезд вышли те же четверо спортсменов, набравшие по 14 очков. Но падение Дмитрия Хомецевича лишило гонщика шансов на продолжение борьбы за чемпионскую корону. В итоге победу во второй день одержал Динар Валеев. Вторую и третью строчки пьедестала заняли Игорь Кононов и Даниил Иванов. Судьба золотой медали чемпионата мира решалась в перезаезде между Динаром Валеевым и Игорем Кононовым. У обоих после двух этапов было равное количество очков. В результате напряженной борьбы титул чемпиона мира по мотогонкам на льду в сезоне 20-21 завоевал представитель уфимской школы Динар Валеев. Это первый подобный титул в его карьере. Вице-чемпионом мира стал Игорь Кононов, а бронзовым призером Дмитрий Хомецевич. Сегодня здесь, на Тольятинском льду, определился чемпион мира по мотоциклетным гонкам. Я поздравляю чемпиона Динара. Я, конечно же, как и все тольятинцы, переживал за наших тольятинских парней. Но сегодня они все победители. Мы увидели мужественных ребят. Ребят быстрых, ребят точных, ребят готовых на все, чтобы победить. И пора поговорить о боксе. Представляете, даже в этом виде спорта случаются товарищеские встречи. Накануне в нашем городе встретились две боксерские команды. Тольятти против Республики Татарстан. Десятки боксеров, серьезные тренеры, дух соперничества, взаимное уважение и настоящая мужская борьба. Все это товарищеская встреча по боксу, которая состоялась в нашем городе. Ее организовала федерация бокса Тольятти среди участников боксера из Тольятти, Жигулевска и Самары. В общем, лучшие бойцы по Волжье. К сожалению, из-за ковидных ограничений не смогли приехать на турнир гости из Казани. Но мы всегда на связи с нашими друзьями. И как только позволит ситуация, они сразу к нам приедут. Мы организовали матчевую встречу сильнейших боксеров области. Пригласили под ребят тольяттинских, которые финалисты, победители Самарской области. Наши ребята в основном 2004 года рождения перешли из старших и внушев юниоры. Поэтому нужно было промежуточный старт перед Перинсом в Самарской области. Надо отметить, что данный турнир был приурочен к празднику День защитника Отечества. И это добавляло мотивации спортсменам. Ты мог выиграть и преподнести тем самым себе подарок. И у организаторов есть четкий ответ, какая главная цель этого турнира. Это совершенствование навыков, практика, что немаловажно для бойцов. Популяризация бокса, в первую очередь, здорового образа жизни среди молодежи. Это всегда остается актуально. Эта товарищеская встреча – отличная возможность для тольяттинских боксеров набрать форму перед будущими соревнованиями. Наши ребята регулярно занимают призовые места на соревнованиях, и свой уровень нужно доказывать. Уже сейчас отмечаем результаты Николая Посухова, который привез пять финалистов с первенства области среди юниоров. Мы очень горды видеть такие результаты. Это один из ведущих наших тренеров, который дает хорошие результаты. Я хочу пожелать ему еще не останавливаться на достигнутом, и также привозить еще больше и больше медалей и прославлять наш город на соревнованиях такого уровня. Главное на таких турнирах не победа, а участие, опыт, эмоции и практика, которую получают боксеры. И надо сказать огромное спасибо Федерации бокса Тольятти за то, что она продолжает активно работать с молодежью и создает все условия, чтобы наши мальчишки и девчонки и взрослые спортсмены прославляли тольяттинскую школу бокса, Занимайтесь боксом, друзья! Теперь перенесемся в мир хоккея. К сожалению, хоккейная «Лада» досрочно завершила свой сезон, не попав в плей-офф. За 50 матчей регулярки наши парни набрали 53 очка и заняли 18 место в таблице. Последним домашним матчем для тольяттинцев стал поединок против Ростова. В нем «Лада» победила. Подробности дай. Уже на второй минуте матча Семен Кизимов открыл счет. После его передачи на пятак шайба от конька защитника Ростова вылетела в ворота 1-0. Во втором периоде Айрат Зиазов с пятака отправил вторую шайбу в ворота Ростова. После этого гости, которым нужна была победа, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, заметно активизировались. «Лада» получила несколько удалений подряд. И если в формате 3 на 5 тольяттинцы смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности, то, имея на одного игрока меньше, пропустили. Виталий Кропачев от синей линии отправил шайбу в дальний угол ворот Романа Смирягина. 2-1. В середине третьего периода Иван Воробьев мощным броском от синей линии увеличил счет 3-1. Этот счет не изменился до финальной сирены. «Лада» завершила сезон победой. Друзья, на этом все. Я благодарю коллег за работу, а вас и за внимание. Спасибо, что все это время были с нами. Наша программа вернется в эфир совсем скоро. И мы вновь расскажем и покажем вам все самое интересное про спорт. Я Иван Шумилин. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok